Погода хмурая, а настроение радостное. Престольный праздник торжественный, но очень камерный. Что объединяет Россию и Сербию? Наши святые. В подмосковном поселке Чесмена появился вот такой замечательный храм в честь Ангелины Сербской. Он был построен в 2016 году, и история его появления удивительная. Получилось так, что нас с моей подругой, которая, к сожалению, сейчас убежала, вдохновила образ Ангелины Сербской. И мы были в Сербии, прикладывались к её мощам, и нам очень хотелось, чтобы на русской земле был храм Ангелины Сербской. И поэтому мы, приехавши в Москву, подумали, ну нету вообще. До этого храма в России был один единственный маленький храм в Костромской области, Ангелины Сербской, Александра Невского. Вообще не было. Поэтому вдруг пришла такая идея. На нашей земле, это наша была личная земля, мы построили этот храм. Вот так по инициативе доктора физико-математических наук в посёлке, где проживает порядка 500 человек, появился свой храм. Его удалось построить всего за полгода. Вскоре здесь появилась уникальная святыня, частица мощей преподобной Ангелины. Но прежде Наталья Константиновна и её подруга отправились в Сербию, чтобы осветить главную икону храма. Мы оказываемся ранним-ранним утром у ворот монастыря Крушедов. Он очень специфичный, такого красного кирпича. И над воротами, то есть сбоку ворот, мозаичный образ Ангелины. Мы выходим и думаем, надо зайти. Двери открыты. Ранняя зима, там жуткий гололёд. Мы, сцепившись, иконы впереди и побежали внутрь. Там внутри монастырский комплекс и маленькая-маленькая церковь. И там служили в этот момент. Вот мы туда приехали, нас так радостно встретили, когда мы сказали, что мы из Москвы. Мы говорили, а можно осветить икону? Можно. И тут же осветили, и мы подпевали. Вообще красота необыкновенная. И дальше вот под благословением Ангелина мы и путешествовали. Святая Ангелина – одна из самых известных и любимых сербских святых. Она жила в 15 веке. Была дочерью албанского православного князя. С ранних лет любила книги. Её избранником стал Стефан Бранкович. Ослеплённый турками сербский правитель в изгнании. В браке у супругов родились сыновья – Иоанн и Георгий, и дочь Мара. Из-за гонений со стороны турецких захватчиков семье пришлось покинуть родину. Станин Гелина известна тем, что она была очень верной супругой, настоящей матерью. И несмотря на то, что её жизнь на самом деле была очень тяжёлой, сопряжённой с большими искушениями, испытаниями, она потеряла мужа, она потеряла сыновей. Тем не менее, она не потеряла веру. Была известна тем, что была большим благотворителем, помогала монастырям. Интересен факт, что она была в переписке с русским царём, в том числе посылала ему какие-то реликвии, связанные со своими близкими. Святая Ангелина сыграла важную роль в истории русского свято-пантелеймонного монастыря на Афоне. Из-за монгольского ига и княжеской усобицы связь Руси со Святой Горой прервалась. Тогда заботу о нём взяли сербские монахи. А в 1508 году преподобная Ангелина написала письмо Василию Третьему. Она просила государя взять попечение над обителю. Великий князь Московский ответил положительно. Ну, интересно, что и в России, наверное, это одна из самых почитаемых сербских святынь по известной причине. И мощи её сохранились, пусть и не целиком, в монастыре Крушедол. Любой человек, который хочет как-то приблизиться к этой святыне, может это спокойно сделать. Недалеко от Белграда сравнительно находится этот монастырь, и там покоится её рука. И ещё останки её сыновей. Как правило, святая Ангелина празднуется вместе с её сыновьями, с её мужем. Это был целый культ таких святых Бранковичей. То есть это такая ветвь род святых. Они все состояли в родстве и стали святыми людьми. Турки сожгли эти мощи в XVII веке. И сейчас мы поклоняемся как бы останкам этих мощей в монастыре Крушедол. После смерти супруга, приняв монашеский постриг, святая Ангелина посвятила себя молитве, благотворительности и храмостроительству. В народе почитать её начали вскоре после кончины. Причиной тому послужила её жизнь, полная скорби, любви и преданности. Сербы очень любят Ангелину и называют её мать Ангелина. Ну а для нас всех она особенно ещё и тем, что её имя носят все крещённые Ангелины. Поэтому для меня крещённой Ангелины сегодня особая честь рассказывать вам о своей святой. Анжелика Кареткина, Дмитрий Борисов, Александр Маклеонов. Телеканал Спас.